В Бобруйске уже давно уделяют внимание равным возможностям людей с инвалидностью и работают над созданием безбарьерной среды. В городе с каждым годом появляется все больше объектов, где все продумано. На особом контроле общественный транспорт. 26 ролейбусов с откидным пандусом позволяют людям с ограниченными возможностями без проблем и главное с комфортом передвигаться по городу. В Бобруйске Я пользуюсь пригородным автобусом. Тоже без вопросов водители выходят, помогают, если мне необходима помощь, они там закатывают, помогут выйти из автобуса, троллейбусы тоже. Кнопка связь с водителем, низкие посадочные площадки и салонные стикеры с человеком в инвалидном кресле. Все это давно уже доступно Бобруйским колясочникам. Остается лишь проверить умение водителей вовремя оказать помощь необычным пассажирам. Здесь поднимаюсь и на порожке поднимаюсь. Помогаем мы, когда едем, подъезжаешь при подъезде к остановке, оно визуально уже видит, видно, этот человек в твой троллейбус идет, либо он ждет другой номер троллейбуса. Видишь, когда он подъезжает ближе к бордюру, уже понятно становится, что он именно хочет сесть именно в твой троллейбус. Ну и, естественно, устанавливаешь троллейбус, берешь ключ, отбрасываешь пандус, помогаешь им заехать в салон троллейбуса. Троллейбусный парк ежегодно проводит практические занятия. Здесь на конкретном примере водители могут научиться оказывать помощь, а особенные люди, в свою очередь, высказать пожелания и замечания. В этом году транспорт протестировали 4 человека. Не каждому водителю, скажем так, попадает пассажир с ограниченными возможностями, и не у каждого есть время этому научиться. Ну, поэтому мы и проводим. Часть водителей, конечно, часть водителей поприсутствовала у нас сегодня, кто-то посмотрел, кто-то лично сам попробовал. Ну, в дальнейшем, чтобы на линии у водителя троллейбуса не было проблем. Устранять барьеры, не создавая новые. Именно по таким девизам в Бобруйске реализуется государственная программа по созданию равных условий для людей с ограниченными возможностями. Сделано уже многое, но не меньшее еще предстоит. И тогда наш город точно будет удобен для каждого. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова